В зале заседания Акимата Южно-Казахстанской области собрались представители Межгосударственной рабочей группы. Им предстоит решить целый ряд вопросов, которые могли бы существенно облегчить жизнь жителям приграничных районов двух стран. Не случайно поэтому Аким Южно-Казахстанской области особо подчеркнул. Я думаю, во время ваших заседаний по рабочей группе, я думаю, положительно решится. Потому что и вы заинтересованы, и мы заинтересованы, как соседние братские страны. Я думаю, все эти вопросы позитивно решатся. В свою очередь заместитель министра сельского хозяйства и водных ресурсов Республики Узбекистан Шавкат Хамраев напомнил, река Сатария издавна не разделяла, а объединяла два государства. Для того, чтобы вода приносила пользу, когда маловодные годы, мы делимся с этой водой и максимально рационально стараемся использовать ее. А когда поводковые ситуации такие тоже бывали, и в этом году мы ожидаем эти поводки, тоже мы дружно и вместе все эти трудные моменты ликвидировали. А это тот самый канал с символичным названием «Достэк Дружба». В поливной сезон фермеры с надеждой ждут, что он принесет спасительную влагу. Вот только вода в достаточном количестве появляется в нем после экстренных переговоров на высшем уровне. В данный момент на сегодняшний день у нас потребность воды 48 кубов, а получаем 13. 35 кубов воды дефицитно на сегодняшний день. Ваши действия? Мы еще оповестили, поставили визвест наше руководство, областное, в Астане. Они, районы Акимат тоже пишут письма, написали письмо, вернее, областному Акиму, и выходим все наверх. Но это какая-то государственная проблема, международная. Но они сейчас этим делом занимаются, в ближайшее время этот вопрос будет решиться. От того, сумеют ли договориться члены рабочих групп, представляющие интересы двух братских республик, зависит не только возможность полива сельхозугодий, но и питьевой воды в Сарагаше и Казгурте. Если в Махтарале у нас остро стоит вопрос полива, то в Сарагаше и Казгурте питьевой воды. Вы знаете, что под землей в этих районах расположены термальные воды, а они в качестве ежедневной питьевой воды не подходят. Если мы сумеем достичь договоренности, то сможем обеспечить питьевой водой население двух этих районов из реки Угам. К сожалению, узнать результаты переговоров при службе Акима Южно-Казахстанской области не получилось, а потому пришлось брать ее из открытых источников. Например, узбекистанского сайта Подробно УЗ. Как сообщается на сайте, на переговорах стороны пришли к соглашению о пропорциональном распределении всех вод на каналах Достык, ЗАХ и Ханым, СТК, ВТК, в том числе орошаемых земель вдоль этих каналов в соответствии с объемом воды. А это значит, что первые шаги для реализации мегапроекта по питьевой воде, который разрабатывают два братства государства, уже сделаны.